Меня зовут Садыков Рустам Фанисович, очень приятно, я приехал из Москвы в ваш теплый солнечный край. Сегодня мы поговорим о конечных продуктах гликации. И я буквально небольшое вступление по поводу системного хронического воспаления. Как сегодня говорят многие интегративные специалисты, хроническое системное воспаление – это мать многих заболеваний, в том числе, конечно, и сахарного диабета, инсулинорезистентности, развития атеросклероза и других состояний. Ну, здесь я не могу не упомянуть о таком методе исследования, как иммуно-хиллс. Он как раз определяет третий тип гиперчувствительности или по-другому иммунокомплексный тип гиперчувствительности, который, конечно, тоже связан с системным воспалением и формируется он в результате синдрома повышенной эпителиальной проницаемости. Вы знаете, наверное, что есть консенсус междисциплинарный, который подтвердил, что на сегодняшний день СПЭП является ведущим патологическим механизмом, формирующим огромное количество заболеваний, в том числе, конечно, и системное иммунное воспаление, которое так или иначе связано с сахарным диабетом. Здесь вот несколько, вы видите, вот как выглядит анализ иммуно-хиллс. По сути дела, это титр антител иммуноглобулин FG, который мы определяем, и клиника диетологии иммуно-хиллс, которая сегодня сотрудничает более чем с 400 клиниками во всем мире, подтвердила высокую эффективность этого анализа для того, чтобы говорить о лечебном диетическом питании. И сегодня я еще, конечно, перехожу, безусловно, к основной теме. Это реакцию, которую описал Луи Кайл Милл Майер, французский исследователь, в 1912 году, а именно гликация. Малозаметная работа Бьоргстон в 1951 году показала, что введение препаратов, которые, точнее говоря, введение ферментов, бактерий, которые разрушают шивки, они увеличивают продолжительность жизни. И затем ее вспомнили, и Вейджин Чай, китайский исследователь, который показал, что карбоксиметиллезин снижает продолжительность жизни и увеличивает вес. Это было исследование проведено еще в 2012 году, несколько слов о нем я и скажу. И что такое все-таки конечные продукты гликирования, гликации? В английской транскрипции звучит как AGES, Advanced Glycation and Products. Ну, случайно или не случайно аббревиатура совпадает с значением слова «возраст». И здесь как раз мы говорим о трехкратном направленном действии, диоксидативный стресс, повреждение сосудок, морщинистость кожи. Конечно, это целое семейство белков, не только карбоксиметиллезин. Но почему карбоксиметил, я об этом скажу чуть позже. Главное понимать, что либо они поступают к нам с продуктами, то есть это внешнее поступление, либо они образуются в результате, в том числе, конечно, гипергликемии, что часто сопутствует, безусловно, сахарному диабету. И, собственно говоря, его формирует. К чему приводит высокий сахар? Ну, о высоком сахаре много говорили и говорят постоянно. Это, конечно, сшивки, поврежденный ластен и коллаген. И то же самое, что мы говорим о повреждении барьерной функции, повреждении желудочно-кишечного тракта и сосудистой стенки. И, конечно, это системное воспаление, которое, в свою очередь, сейчас, секунду, которое, в свою очередь, конечно, формирует как раз увеличение рисков развития возраста ассоциированных заболеваний. Ну, здесь вот такая интересная схема. Буквально... Сейчас, секунду. Буквально остановлю ваш взгляд на нескольких вещах. Первое – это ранее реакции, которые приводят к тому, что формируются обратимые протеин-глюкозные соединения, шифовое основание и продукты Амадори, они могут уйти обратно. Ну, принципиальным является то, что под воздействием некоторых химических, биохимических процессов формируются необратимые продукты гликации или совершенные продукты гликирования Эйджис, которые обладают определенными свойствами. Здесь вот описана как раз флюоресценция. Это нам пригодится. Браунин – это коричневая корочка, которая тоже у нас остается в мозгу. Для понимания кросс-линкинг – это шифки, и Эйдж-рецептор – это системное воспаление. Ну, реакция Майера – то, о чем я говорил. Это не только, конечно, морщинность из кожи, но и воздействие приводит к формированию целого ряда заболеваний. В том числе, конечно, мы говорим и о повреждении сосудистой стенки, мы говорим о морщинности кожи, которая параллельно идет повреждением ткани всего тела, потому что коллаген присутствует везде. Я вот немножко ускоряюсь по слайдам. И нарушение функции желудочно-кишечного тракта, печени. И что очень, так сказать, заметно, это то, что касается дегенеративных, нейродегенеративных расстройств. Системное воспаление. Еще раз, инсулинорезистентность, сахарный диабет, резерасквитие, злокачественное образование. Совершенно четко подтверждено, что Эйджис на это влияет. Таким образом, мы видим системное воздействие практически на все органы и системы. И здесь получается так, что так или иначе, Эйджис является маркерами старения. И, конечно, что на это влияет? Я говорил о внешних источниках, это тоже очень важно. Есть достаточно большое количество работ. Обращу внимание, может быть, на эту работу. Включаю перевод для того, чтобы было быстрее и понятнее. Первое. Молочные продукты. Это детские смеси, конечно. Содержит огромное количество Эйдж-продуктов. Есть большое количество работ, подтверждающих в том числе и нефропатии, и атопии, которые формируются у детей, которые находятся на искусственном скармливании. Конечно, никто не заменит, ничто не заменит женского грудного молока. И здесь дело не только в антителах и в легкоусвояемых белках и других вещах. А именно Эйджис, потому что это нагревание белков в присутствии сахара. Сахар и лактоза, который в большом количестве присутствуют в молоке. Следующее. Жареные продукты. Конечно, жареная телятина. Вот я показываю 10 тысяч, а сырая она 700. Условных единиц. Куриные чипсы. И здесь, конечно, сыр пармезан тоже подчеркиваю. Это твердый сыр, который многие очень любят. Но, милые дамы, помните, что если вы едите сыр, вы быстрее стареете. Но это не шутка. Но на самом деле вот эти цифры я показываю. Да, чемпион, конечно. Сыр пармезан это 100 грамм надо съесть, чтобы получить 17 тысяч. Много это или мало? Ну, чемпионом у нас является жареный бекон. Вы знаете, наверное, слышали, может быть, да? Там 70 тысяч. И вот возникает вопрос, много или это мало? Ну, единые точки зрения нет. На сегодняшний день принято считать, что суточная норма должна быть примерно 7,5 тысяч. Среднее потребление в Европе, конечно, этого исследования проводится и в Северной Америке. У нас такого нет. Более 25 тысяч единиц. Это очень много. Есть ли продукты, которые снижают гликирование? Да, они есть. Ну, здесь обращаем внимание на розмариновую кислоту. Конечно, слышали, может быть, о препарате. Полиненасыщенные жирные кислоты, как это ни странно, кофе, но в небольших дозах. Я, как диетолог, тоже предупреждаю об этом и так далее. Можем, конечно, это все смотреть. Потом будут вопросы, подойдете, я вам расскажу подробнее. Есть некоторые препараты. И как мы можем измерить гликацию? Гликированный гемоглобин, о котором сегодня тоже много говорили, это как бы часть гликации, то есть мы видим гликацию гемоглобина конкретно. Это легко измерить более-менее, да? Ну, что происходит в тканях? Ведь эритроцит меняется через 90-120 дней, 3-4 месяца, и новые эритроциты, новые гликированные белки. Эйдж-ридер. Очень интересный прибор. Вы можете подойти вот к стенду компании Альфа-Биом в перерыве, измерить свой биологический возраст, то есть вашу гликацию тканей, коллагены, ластины и других долгоживущих белков, которые находятся как раз в коллагене кожи. Универсальная методика. Сейчас о ней несколько слов скажу. Прибор изобретен был в Голландии. Действие основано на способности как раз эйдж-продуктов. Помните, вначале я говорил о флюоресценции? То есть, когда ультрафиолетовые лучи подаются, то идет отражение, соответственно, от гликированных белков, и оценивается интенсивность этого свечения, которое говорит о том, насколько гликированы те или иные белки. Метод валидирован очень четко. Было в том числе проведены крупные международные исследования, и в том числе по шкале UKPDS, которые подтвердили, что с помощью этого прибора можно определить степень сердечно-сосудистого риска и микро- и макрососудистые поражения, в том числе, конечно, у пациентов с сахарным диабетом. И, соответственно, тут мы видим большое количество ссылок о том, что вот эта именно методика позволяет определять. Кстати, в эндокринологическом научном центре есть этот прибор тоже, и дальше я скажу, каким образом с ним можно работать. 12 секунд всего, как раз время на то, чтобы измерить эту гликацию. Очень быстро. Почему карбоксиметиллезин? Несколько слов о нем я уже говорил. Это один из самых мощных прооксидантов. Именно так он позиционируется в международной литературе. И он действует на рецепторы Rage, вызывая оксидативный стресс. Как раз различают тканевый плазменный, ответственный за развитие онкологии, инсулино-резистентности, сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, он очень серьезно влияет на продолжительность жизни. Здесь видите два графика. Примерно 17%. Если крысы или мыши находились на диете, бедный, необогащенный, скажем так, конечными продуктами гликации, они жили на 17% дольше. Ну, много ли это мало? Ну, как бы судить вам. Если мы возьмем средний возраст, там, 80 лет, да, то 13 лет – это 17 как раз процентов. 93 года – ну, такая хорошая прибавка к пенсии, да. Еще плюс 13 лет. Значит, это ключевые работы, в том числе вот Вайджин Чая, о котором я говорил. И здесь как раз вот показано, как гистологически меняется структура почек, да, на фоне приема, значит, диеты бедной, гликированными продуктами, и богатой как раз вот карбоксиметиллезин. Ну, тут тоже несколько графиков, не буду задерживать ваше внимание. Есть, конечно, и большое количество обзорных работ, посвященных карбоксиметиллезину. В частности, вот в одной из работ показано повышение эндогенного и экзогенного карбоксиметиллезина, связанное с воспалением, окислительным стрессом, снижением функции эндотеля, развитие резистентности к инсулину и нарушение обмена веществ. Ну, кроме того, что мы должны четко понимать, что если мы измеряем гликацию, то, ну, есть сроки, да. То есть, если это длительно живущие белки, коллаген и эластин, то, ну, в 25 лет считается, специалистами некоторые так описывают, что примерно полкилограмма коллагена обновляется в месяц у молодых девушек, молодых мужчин, да. Но что происходит с возрастом? Конечно, идет уменьшение. Значимое уменьшение. И очень важно, чтобы коллаген обменивался, конечно, на негликированный. То есть, белки, которые были качественны и позволили сохранить дольше продолжительность жизни. Что еще можно предложить, о чем я хотел сказать? В Институте питания Кореи были отобраны и разработаны продукты, которые, пробиотики, которые снижают гликацию. Более 700 штаммов. Эта работа шла под финансированием государства. И вот эта селекция как раз привела к тому, что был создан штамм, выбран штамм, вот такой куст лактис КФ-140. Ну, здесь вот исследование с другими пробиотиками проводилось. проводилось. И был отобран штамм КФ-140, который значимо снижает гликирование белка. Называется он КФ-140, расшифровывается как Korean Food 140. И вот как раз инвитро сначала проводились исследования. Рост бактериальных культур привел к тому, что снижается количество гликированных белков. Затем проводилось исследование на крысах. Тоже смотрели и в печени, и в плазме крови, как снижается уровень гликации. И было еще также двойное слепое рандомизированное клиническое исследование, где на здоровых добровольцах тоже проводили влияние сырной диеты пармезана, о котором я говорил, твердый сыр пармезан, который снижал количество на фоне приема штамма КФ-140, лактококус лактис КФ-140, снижал уровень гликации. Соответственно, это было все запатентовано. Гликотоксин снижается здесь на 90%. Это было как раз проверено у здоровых добровольцев. Снижение гликированного гемоглобина тоже достоверные показатели. Липопротеиды низкой плотности. Дальше АЛТ достоверно, АСТ было недостоверным снижением. Ну и вторая, скажем, часть этого исследования это изменение микробиома кишечника, которое приводило к тому, что все-таки улучшалось состояние микробиома в самом кишечнике. Ну, как работает? Есть такая схема. Штамм лактококус лактис КФ-140 заселяется в кишечнике, вырабатывает ряд ферментов, в том числе и бета-лактозидазы. Тоже подробно это изучено, опубликовано. Соответственно, уменьшает шивки коллагена и снижает окислительного стресса. И на основе этого был создан препарат совместно с Институтом питания Кореи, который называется антиэйджбиом. Он не только влияет на функцию желудочно-кишечного тракта, но и снижает как раз уровень карбоксиметиллезина, который так или иначе связан с метаболическим синдромом. О которых я сейчас подробно говорил. В нашей клинике иммунохиллз он входит, так скажем, в протоколы введения пациентов как пробиотик, имеющий определенную доказательную базу, для того, чтобы снижать уровень конечных продуктов гликации, и снижать уровень воспаления. Кроме КФ-140, есть пребиотики, лактоолигосхориды, фруктоолигосхориды, в составе другие штаммы, и бифидум, бифидум, лонгум, лактобацилус, ацидофилиус и другие. Есть также витамины В1, В6 и цинкрем. Срок годности 18 месяцев хранится при комнатной температуре, принимается натощак утром до еды, до завтрака минут за 15-20. Есть штаммы, которые запатентованы как раз. И с нами многие доктора тоже делятся теми эффектами, которые наблюдают при назначении данного пробиотика. И здесь вот один из примеров. Не буду захватывать много времени, покажу просто несколько анализов. Значит, скорость клубочковой фильтрации 44, до 103, уровень сахара 16-17, максимальное значение 27,5, снижение. Инсулин снизили с 32 до 26. Это сахарный диабет второго типа, уже была такая серьезная декомпенсация. Как раз вот видно 102-43, значит, соответственно, 44-103, 102-62. Это имеется в виду АЛТ, то есть поражение печени. И гликированный гемоглобин. В клинике уже, в одной из клиник был сделан анализ, 5,95-40 после месяца приема. И, соответственно, 6,80 и 6,25. Это пациент, который наблюдался без дополнительной сахароснижающей терапии. Обращаю ваше внимание. Ну, так скажем, если будут вопросы, значит, ходите, расскажем про этот уникальный препарат и про прибор, который, значит, тоже позволит вам определить гликацию. Еще раз обращаю внимание, гликация быстро, коллагена быстро не меняется. Она меняется очень медленно. И лучше, конечно, профилактика, чем лечение. Это, ну, принцип, он известен давным-давно. И, значит, хотел также подчеркнуть, что сейчас совместно с Институтом эндокринологическим научным центром, совместно с профессором Шостаковой Мариной Владимировной мы как раз планируем провести клиническое исследование на пациентах уже с сахарным диабетом как дополнительная комплексная терапия пациентов с сахарным диабетом второго типа. То есть сейчас готовится уже такое достаточно широкомасштабное исследование. Проводится исследование, в том числе и в Южной Корее, по влиянию данного пробиотика на нашп, неалкогольную ржавую дистрофию печени. И, в общем, тоже пока предварительные результаты показывают, что, в общем-то, наверное, будет хорошо, потому что, по крайней мере, есть эффект. Ну, если есть одна минута, можно показать, как работает Эйдж Ридер. Можно первый ролик, да, включить? Эйдж Ридер – это один из как раз приборов, который позволяет поделить невозникное висе, это да. Приск кардиоваскулярный в реальном времени, да. Значит, вот показано, как аутофлуоресценция идет под плеснем фиолетового сущей. Вот клей, вот и белков. Получается, ну, вы видите, да, что вот есть датчик, которые выглавливаются в АГТ, и, соответственно, определяется пациентам с диабетом, риск сердечно-сосудистых забываний. Так, ну и можно для интереса там еще третий, ну или как? Есть еще минута, да, там буквально одна минута. Здесь именно актуализация по Эйдж Ридер продуктам. Advanced Vecation. То есть, то, что приводит к возрастным изменениям и ускорению возрастно-ассоциированных заболеваний, таких как диабет, повреждение атеросклероза, ну, здесь я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. В частности, АГТ-сосудистые играют в кардиоваскулярных компликациях диабетиза и ренал-файлуре. В диабетных пациентах показано, как антибиотичный продукт публикации соответственно вызывает системное поражение, седативный стресс и системное распределение. Ну, мирование бляшки, вы в те, конечно, знаете, просто не всегда уделяем внимание тому, что идет так сочет повреждений эндотелесосудов конечными продуктами инфликации. В том числе оксидативный стресс и связанное поражение пубочкового аппарата. пубочкового аппарата. Пубочкового аппарата. пубочкового аппарата.